запись пошла добрый вечер уважаемые слушатели я сегодня больше буду показывать на себя а экран буду показывать напускаю экран он что-то не то запустился а это что такое вылезло так не получилось выпустил два экрана что добрый вечер уважаемые коллеги продолжаем наше занятие сегодня изучим несколько тем уже более практично сегодня у нас называется интерфейс википедии википедия состоит из трех главных пространств так называемых основное пространство статей где находятся статьи служебное пространство для обмена информации между пользователями личное пространство участника волонтера редактора основное пространство статей это совокупность всех страниц энциклопедического содержания то есть место где создаются и редактируются уже существующие статьи википедии любой участник может их редактировать при условии соблюдения пяти главных принципов википедии мы уже эту тему прошли для того чтобы понять где вы находитесь в основном пространстве или где-то в другом достаточно взглянуть вот на эту плашку вот здесь рядом с логотипом вы следите за моими стрелками вот вот посмотреть вот на эту плашку где мы сейчас находимся на главной на заглавной странице вот а если мы перейдем статью допустим вот здесь видите называется она говорит статья если вот здесь написано статья или макаля по-башкирски да математика вот допустим сейчас откроется то значит мы находимся в основном пространстве вот здесь на крае служебное пространство для обмена информации между пользователями представляет собой совокупность страниц страниц самых разных страниц связанных с википедией это страница помощи правила руководства общие тематические дискуссии касающиеся содержимого статей и используемых статьях источников если в верхнем левом углу страницы вы видите вкладку википедия то вы находитесь в служебном пространстве пространство изучаете правила или общаетесь с кем-то из коллег вот я вот нажму сейчас на страничку форума русской википедии вот здесь видите написано википедия значит это служебная страница служебное пространство или нажмем на справку википедия справка тоже википедию показывает а нет это не то мы пришли в основное пространство вот личное пространство участника это ваше личное пространство поступающих как средство общения с другими участниками проекта по вопросам касающийся совместной работы над инсклопедией каждому участнику википедии при регистрации автоматически присваиваются две специальные страницы личная страница участника и страница обсуждения страница обсуждения участника вот для того чтобы попасть попасть в это пространство нужно нажать на свой логин ник в верхней части любой страницы википедии если у вас включен теперь википедия вы посмотрите вот я нажимаю допустим в русской википедии свою страницу вот а тут она оформлена таким образом вот а это страница обсуждения общение со мной кто-то что-то пишет вот выборы арбитражного комитета один товарищ пишет что меня выдвинул выдвинул вашу кандидатуру в арбитражный комитет ну я отказался что я очень неактивен в русской википедии больше занят башкирской поэтому ну типа не буду вот у меня страница это моя личная страница в русской википедии вот я вам домашнее задание давал читать вот я об этом сейчас и рассказываю тут оформление чуть другое чтобы попасть в это пространство вам нужно нажать на свой логин в верхней части страницы страница участника не является статьями википедии их можно сравнивать с визитными карточками или записной книжкой обычно участники размещают на своих страницах информацию об уровне владения теми или иными языками вот например здесь указано языками способов связи места жительства образования сферы интересов в том числе специальных шаблонов которые不能 выбрать из категории категория википедии участники вот эти шаблоны вот видите здесь вот эти все шаблоны нужно выбрать из гурито есть специальные шаблоны которые вот проставляется можно проставить участие в том конкурсе участие в конференциях и так далее По умолчанию в верхнем правом углу любой страницы располагается окно поиска, что в русской, что в башкирской, вот здесь искать в Википедии. Немного ниже, если мы на главной странице обратно идем, располагается кнопка справка. Вот в этом разделе сегодня только смотрел 127 страниц всяких вспомогательных справочных материалов, которые изучая самостоятельно, можно, если что-то не понимаешь, можно пойти и не помнишь. Например, я же все эти вещи не помню, мне в Вике разметку, допустим, я прихожу и смотрю. В башкирском разделе эта справка у нас отсутствует, вот здесь бляшма есть, она не переведена. Я себе ставлю задачу, у нас вот видите красными, все горит красными, значит нету этих справочных материалов. С левой стороны, вот этой части, вот, или в русской Википедии, вот, располагается прямоугольный панель с большим списком кнопок. О них мы обязательно расскажем в следующих главах, а пока отметим, что справка, кнопка, она тоже здесь есть. Вот в разных языковых разделах эти расположения, то есть кнопок могут быть разные. У нас, например, в башкиревской Википедии чуть-чуть по-другому. У нас раздел статей выведен отдельным блоком. В русской Википедии у меня, именно я только себе привязал служебная такая, ну и работа с Вики и Датой. В зависимости от выбранного оформления, здесь может располагаться также окно поиска. В принципе, вот это интерфейс Википедии, самой Википедии. Тема интерфейс Википедии, все БТ. Немножко паузу. И следующая тема у нас «Интерфейс статьи» называется. Перейдем к изучению интерфейса статей Википедии. Он одинаков для всех статей без исключения. Для примера, введем в окно поиска название статьи «Океан». Начнем с самого главного – заголовка. Заголовок статьи – это то, как статья называется. Вместе с тем этот заголовок используется для создания ссылок на эту статью из других Википедий. И поисковики, внешние там, Google, Яндекс и так далее, свою базу индексации, вот это название берут. Базу индексации включает название заголовок статей. При выборе названия новой статьи нужно руководствоваться основным правилом Википедии «Именование статей», который гласит, что приоритет в «Именовании статей» следует отдавать такому названию, который для большинства русскоговорящих читателей является наиболее узнаваемым. То есть здесь речь пособия о русскоязычном, то же самое для Баскира язычного, то же самое для Алтая язычного будет. То есть название статьи, оно должно быть узнаваемым для большинства. Исходя из этой позиции, надо выбирать название статьи. И может быть несколько названий у этого объекта, вот на обсуждании в начале Надежды Николаевны, когда от других названий делается перенаправление в эту статью. В будущем мы это посмотрим, узнаем. В верхней части любой статьи вы видите несколько вкладок. Вот сейчас я попробую выделить. Вот эти вкладки, не вот эта верхняя, а вот нижняя. Они всегда расположены одинаково и позволяют нам получить доступ к различным инструментам и страницам, связанным с этой статьей. Даже если мы открываем другую статью, вот эти кнопки будут одинаковые, но они будут уже работать для той статьи. Далее разберем их ролл, поймем их назначение. После открытия статьи вы переходите, находитесь сразу в режиме чтения в данный момент. Рядом со вкладкой статья всегда располагается вкладка обсуждения. Вот статья, как у участника было обсуждение, у статей тоже есть обсуждение. И в служебных страницах тоже есть обсуждение. Каждая страница вот этих пространств имеет обсуждение. Здесь позволяет участникам обсуждать содержимые статьи в целях его улучшения. Или вот такие информационные плашки вешают. Здесь обсуждения в принципе не было. Но и бывают такие спорные статьи, там Карабах или Крым, там целое полотно обсуждения идет. Попробуйте, говорит, перейти в статью и обсуждение. Вот кликаем и переходим туда-сюда. Ну самостоятельно тоже попробуйте прогуляться. Далее размещается вкладка читать. Ну, читать это дублирует статью. Вот она, видите, она одинаковая здесь и здесь. Но в башкирской википедии у нас, а нет, тоже есть. Виноват, ухо. Далее идет, то есть вкладка читать и находится, что в режиме чтения мы находимся. Следом за ней идет две таких вкладки править и править код. Ну, на башкирском языке мы сделали Ульгар-Трия и Вики-Текст Ульгар-Трия. Это является инструментами редактирования, но править википедию нужно двумя разными способами. В режиме визуального редактора или в режиме Вики-Текста. Мы отдельно темами посмотрим эти кнопки. Вкладка «История», которая идет следующей, очень важна. Благодаря ей вы сможете отслеживать всю историю изменения отдельной статьи в Вики-Тексте с момента ее создания. Смотреть, кто и когда вносил правки и какую информацию в статью добавлял. О том, как работает история, мы тоже отдельно расскажем отдельной темой. Но могу показать. Все-таки. Вот такой список, кто, когда правил. Значит, 10 июля 2020 года какой-то вандал что-то там добавил. Не вандал или не вандал, но с мобильного устройства правку сделал. А через 5 минут зарегистрированный участник откатил, отменил эту правку. Что же там было? Можно вот так взглянуть. Он взял, добавил «Карты и Атласы» и раздел «А», «Карты и Атласы», вот этот добавил. И больше ничего. Но он вмешается некрасиво, содержания нет, и он его откатил сразу. Так. Далее. После истории стоит звездочка. Используйте для того, чтобы добавить конкретную статью свой список наблюдения. Достаточно одного нажатия о том, что такой список наблюдения, мы расскажем подробнее в одной из следующих глав. Просто запомните, что список наблюдений – это инструмент для отслеживания пути развития статей, которые вас интересуют. Те статьи, которые создали вы первоначально, она автоматически будет включена в ваш список наблюдений. Не одна. То есть она будет сразу зеленой. Кликнул, он стал вот такой. Сбросил, убрал. Он убрался из вашего списка наблюдений. Немного ниже окна поиска кнопки «Править» и «Править код» повторяются. Видите? Или они повторяются в каждом разделе структуры статьи. Это нам дает возможность исправлять, редактировать только вот этот раздел. Не касая, не открывая остальные разделы. Делать это быстрее, удобнее. Не пролистываешь огромный текст. Если нажимаешь на верхний «Править», вот здесь открывается вся статья, и надо там листать, листать, что исправить. А, допустим, нам надо исправить только вот этот океанный климат. А если мы откроем все, пока мы найдем в тексте эту часть, то сложно будет. А лучше вот я открываю, допустим, «Править» этот раздел. Откроем, отредактировал, нажал кнопку «Записать страницу». И еще хочу… А, ну ладно, это мы когда будем вики-разметку будем проводить, расскажу, что надо делать обязательно. И вот в нижней части панели, размещенной с левой стороны статьи, находятся ссылки на иноязычные версии статей из Википедии. То есть на других языках мира, так называемые интервики. Важно знать, что эти статьи могут не являться переводами друг друга на одну тему, но с разной историей создания разным содержанием. Вот я сейчас покажу. Вот, есть, вот видите, вот, 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 вот эта часть. Статья «Океан» есть на двухсот языках народов мира, в том числе есть башкульца. Ну, это такой начальной стадии только, да? Агрезык. Это было, это создана, эта статья была создана 9 июля 2010 года. Последний раз редактировалась 14 февраля 2016 года. Его мы в следующем году в рамках конкурса «Тысяча обязательных статей», ну, дополненную веку. Итак, теперь вот вы знаете два инструмента. интерфейс 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 Википедии и интерфейс статьи. Ну, я еще от себя раньше рассказывал, что вот эта часть основная, основное пространство, то есть, в экране основное информационное поле, здесь разное меню, то есть, переходы на какие-то режимы. Верхняя плашка есть, верхняя шапочка и есть у статей, то есть, вот здесь еще нижнее есть информационное поле, тоже тут политика конфиденциальности, описание Википедии, отказать от ответственности, свяжитесь с нами, мобильная версия разработчиков, статистика и так далее. Вот такой служебный, ссылки на служебные страницы есть. В принципе, вот, тему мы закончили. Понятно? Или непонятно? Пока понятно все. Понятно? А кому непонятно, не стесняйтесь. Таких нету. Ну, я очень рад. Следующая тема – визуальный редактор. В следующих двух главах разберем две самые важные кнопки для всех редакторов Википедии. Это кнопки «Править» и «Править код», которые позволяют редактировать все страницы Википедии. Помните, что Википедия является свободной энциклопедией. И редактировать ее может абсолютно любой человек, имеющий доступ к интернету. Как мы отмечали выше, редактировать Википедию можно двумя разными способами. Первый, который используется при нажатии кнопки «Править» по умолчанию, задействует механизм визуального контроля. Он позволяет участникам совершать правки без необходимости изучения синтаксиса Викиразметки. Работа визуального редактора напоминает работу в классическом текстовом редакторе. Как Word, OpenOffice, Google Docs. Большой плюс этого механизма в том, что редактор видит результат своей правки сразу же в процессе редактирования. Вот уже мы вошли на визуальный редактор. А вот здесь оказывается он. Вот. Рассмотрим более детально его компоненты. Здесь, конечно, по учебнику предлагают открыть черновик, ну а я открыл, открыл океан. Ну мы править записывать не будем, покажем только как это делается. Вы увидите, что в верхней части страницы появилась панель редактирования с некоторым количеством кнопок. Разъясним их значение. Первым располагается направлено на разные стороны стрелки. Вот и вот. Не выделяется, да? Вот это. Который дает возможность редактору откатывать свои правки уже после их совершения по тому же принципу, что и в текстовых редакторах. Если внимательно присмотреться к статьям Викики, то можно заметить, что они состоят из разделов и подразделов. Для создания вот раздела подраздела имеется в виду вот эти. Для создания подразделов необходимо есть вот этот заголовок. Если мы вот здесь курсор подведем, куда он поставил? Биология экрана он поставил. И сразу на ту страницу перешел. И вот сюда, здесь. Вот он в том абзаце вставить абзац даже. Можно сюда нажать, можно сюда. Если мы... А нет, заголовок же он называет. А нет, абзац. Для того, чтобы вставить абзац, необходимо вот курсор подвести туда, где он должен появиться. Вот сюда поставили. Он здесь автоматом вот выдает. Здесь можно будет писать большим. Не появляется почему-то, да? Так, заголовок. Вот он появилось. Большой. Размер. То есть такой же, как вот этот будет. Так. Мы сделаем... Мы сделаем откат. Что мы сделали? Чтобы убрать. Далее. А, чтобы заголовок поставить, нужно набрать заголовок. После этого нажать на Enter. И он появится. Заголовок готов. Находящийся затем кнопка А отвечает за стиль набираемого вами текста. Он позволяет вводить текст курсивым, делать полужирным, зачеркнутым, подчеркнутым. Писать в верхнем или нижнем индексы. Эти функции требуются при написании любой новой статьи в Википедии. Но не всегда нужно при редактировании уже существующих статей. Вот я там... А? Угу. Все, все, все. Все пошло уже. Вот. Все, все, все нормально. Вот. То есть... А, это объясняет. Объясняет. Это он показывает. Кто-то там... Микрофон... Выключите, пожалуйста. Вот. У меня же выключено, да? Нет еще. Эти функции требуются для написания любой новой статьи в Википедии. Но не всегда нужны для редактирования уже существующих статьй. Подчеркивание слова вводит... Подчеркивание слова вводит... А, вот, кстати, говорит, подчеркивание слов вводит читательное заблуждение. Можно спутать с гиперссылкой. Поэтому его лучше не использовать. Следующая кнопка с двумя соединенными... Кстати, полужирным... Полужирным пишется только название статьи, вот, в преамбуле. Вот, допустим, океан. Больше нигде полужирный шрифт не используется. Следующая кнопка со знаком в виде двух соединенных звеньев... Вот этот... СССР... Необходимо, чтобы создавать для важных слов вашей статьи ссылки на другую статью в Википедии. В том случае, если читателю вдруг станет что-либо непонятно, он сможет получить нужную информацию, пройдя по созданной вами ссылке на другую статью в Всемирной энциклопедии на этом же языке. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, вам достаточно выделить мышкой отдельное слово или словосочетание в вашей статье, после чего нажать на кнопку, на иконку кнопки. И далее открывающимся окне выбрать подходящее по смыслу слово. Если вы все сделали правильно, выделенное вами слово поменяет цвет с черного на синий после сохранения правой. В циркуляции ввод, допустим, можем сделать ссылку на статью «Вода», да? Вот он перечисляет «Вод», «Водород», «Водка». Вот я эту статью ссылаю, говорю. Могу смело потом уже записать. Она будет вот синенькой. Так, это оставляем. Потому что, потому мы добавили одну ссылку. Это уместная ссылка. Далее переходим к кнопке «Источник». Вот он, источник, где выделился чуть-чуть цветкой. Очень важный, благодаря которой информация, размещаемую в статье, подтверждается и становится энциклопедическим. Необходимо помнить, что статьи в Википедии должны основываться на опубликованных авторитетных источниках. Подробнее об этом в правиле «Википедия. Авторитетные источники». Если вы хотите внести в Википедию какую-либо полезную информацию, вы всегда можете это сделать. Но, однако, нужно понимать, что данные, не подтвержденные ссылкой на авторитетный источник, в дальнейшем могут быть удалены из статьи, если вызовут сомнения у другого участника. Ответственность за поиск и добавление ссылок лежит на том, кто добавляет материал или информацию в статью. Попробуем нажать. Добавить ссылку на источник. Автоматически, вручную, повторно. Название стататора, вручную, хэп-сайт, новости, книга, статья. То есть, здесь можно таким образом ставить ссылку. Обычно ссылку ставится после какой-то фразы или после конца абзаца. Вот она, вот эта ссылка на источник, указывающий, вот он указывает, что на веб-сайт физические параметры океана. Можно ссылку источник исправить, открыть, посмотреть, как написано, как пишется. Ссылки. Убрал, ушел. О том, какими бывают источники и какие желательно использовать, мы обязательно расскажем вам в следующих главах. Пока лишь отметим, что в большинстве случаев предоставление источников требуется не всегда. В частности, не следует требовать подверждения вообще известных и тривиальных факторов. Наука, изучающая океан, называется океанологией. Океанологией. То есть, здесь можно, в принципе, не ставить. Флора океана изучает раздел биологии, называемой биологией океана. То есть, общеизвестные факты. Так. Итак, как работает эта кнопка? По обыкновению источник на изложенную статью информации ставится в конце абзаца. Именно туда вы наводите курсор и нажимаете кнопку источник. Курсор привели вот сюда, условно говоря. Вот, нужно здесь поставить. Нажимаете на источник. Ссылаетесь. Попробуем еще раз нажать. После чего открывающем окне выбираете тип источника. Добавить ссылку на источник. Тип источника. Вот. Эп-сайт. Новости. Книга. Статья. Простая форма. То есть, по умолчанию предлагается указать ссылку на источник автоматически. Это может быть удобно в том случае, если в качестве источника выступает ссылка на информацию с какого-либо авторитетного сайта. То есть, вот он говорит. Здесь вот адрес уже пишется. Копируется из какого сайта. Далее достаточно скопировать в окно адрес ссылки и нажать кнопку сгенерировать. После автоматической генерации вы нажимаете по появившейся кнопку ставить и источник размещается в статье. Если же источником выступает книга, то для размещения ссылки на нее нужно выбрать изначально обозначивающуюся в окне вкладку вручную, далее выбрать книга и внести соответствующие поля информации об этой книге, после чего нажать кнопку ставить. Информация автоматически появится в статье. Если мы нажимаем книгу, то надо описать автор, заглавие, вот выпуск ответственный. То есть, библиографическое описание делается. Издательство, страниц всего, сколько страниц, какой страниц, USBN и так далее. То есть, вот такой шаблончик. Следующая кнопка позволяет возмещать в статье списки. Вот такие. Бывают маркированные списки, бывают нумерованные списки. То есть, позволяют делать вот такие списки. В черновике можно было бы, конечно, сделать. Ну, попробуйте. Когда будете практиковаться, нажимаете, смотрите, как получается этот список. Метод научного тыка. Тыка – самый эффективный способ познания, я всегда говорю. Допустим, с помощью маркеров списков вы можете перечислить статьи все достопримечательности своего родного города или произведения любого автора. Далее располагается кнопка «Вставить». Разрешаешь добавить статью иллюстрации, создать таблицу, написать какую-нибудь формулу. Вот. Тоже опять-таки шаблон можно поставить. Я что-то не то нажал опять. И ушел. Пользоваться ей достаточно просто, но лучше потренироваться в черновике, используя предварительный просмотр без нажатия кнопки «Сохранить», для того, чтобы снизить нагрузку на сервер, на которой записываются изменения. Размещенная следом кнопка в виде греческой буквы «Омега», вот эта, позволяет, дает доступ к использованию различных специальных символов, которые иногда могут понадобиться при написании статьи. Различные символы. Часто используемые, да, вот сейчас нашел. Вот здесь наверняка. Ну, я обычно пользуюсь, вот открывая, мне всегда нужно, бывает, вот эта тильда бывает, можно при обсуждении подписать. Вот такое, длинное тире. Кавочки. Где же ему кавочки-то? Здесь не вижу. Вот он. Нет. Ну, ладно. Короче, можно использовать. Опа. А что я делаю это? Вот это же надо нажать, убрать. Так. Справа находится кнопка «Справка», которая переместит вас в справочник, где раскрываются возможности редактирования при помощи визуального редактора. Это вот справка. Кнопка «Параметры» станется в виде трех полос, помимо прочего, позволяет поместить вашу статью в соответствующую энциклопедическую категорию, что поможет найти читателя Википедии. Делается это так. Вы выбираете вот категорию. Выбираете категорию и вставляете какую-то еще, добавляете категорию. Ну, категориями разбираться будете попозже, когда наберетесь опыта. Сейчас не заморачивайтесь с категориями. Это мы со временем сделаем. Кнопка в виде карандаша дает возможность переключаться между двумя видами редактирования визуальной с помощью вики-разметки. Вторым способом редактирования викификации Википедии речь пойдет в следующей главе. И, наконец, самая главная кнопка панели редактирования опубликовать страницу. После нажатия одной кнопки все ваши правки сохранятся. Ну, здесь не опубликовать страницу, а записать страницу. Ну, так как мы сделали очень, добавили одну ссылку, да, и больше другого такого ничего не сделали, мы можем смело записать эту страницу. Мы сделали . Что я сделал? Я скажу, что мало изменений. ссылка на цепь вода. Чтобы проверяющие, патрулирующие не стали заходить. . Ох ты, вот здесь не дает мне записать это. Это, вот, одно ноли. Что мы записали? Свою правку. Смотрим историю. И вот, 11 ноября 2020 года сделал, сделал, добавил 13 знаков, ссылка на статью вода сделал. И сделал это он на визуальном редакторе. И видите, стоит сразу отпатрулированно автоматически. То есть, у меня статус такой, авторитет такой, что у меня есть статус автоматически отпатрулированно. То есть, мне доверяют, и мои правки сразу становятся у кого-то, а у кого нет такого статуса, то стоит там, что надо патрулировать. Вот, визуальный редактор мы по-быстрому пробежались. Должен сказать, что, когда я начинал работать, визуального редактора не было. Поэтому Аксакала в Википедии любят редактировать в режиме Викиразметка. Это править код. Считая, что редактирование в визуальном редакторе это, мол, типа баловство. Так. Многие так говорят. Но мне привычнее, так как я научился редактировать Викиразметки, мне привычнее я по этому визуальным редакторам не пользуюсь. пользуюсь тогда, когда очень удобно, когда необходимо вставить таблицу и в эту таблицу вставить содержание в таблицу. Руками только надо делать такую таблицу. Я тогда использую визуальный редактор. А если у меня таблица приготовлена в Excel, оттуда я конвектирую на Викиразметку, то я уже сразу через Викиразметку. Следующая у нас схема Викиразметка. Я нажимаю отправить код. Если мы открываем Викиразметку, то у нас открывается окно редактирования. вот вот такое окно редактирования. Здесь уже пишешь статью перемешку, то есть используя уже так называемую Викиразметку, позволяющую Викиразметку лучше буду читать. Если вариант редактирования описывать в предыдущей главе показался вам сложным, вы можете попробовать свои силы в редактировании в Викиразметки. Для этого также входите в черновик, напоминаем, что кнопка всегда располагается в верхнем правом углу, и нажмите кнопку правее. Отличительной чертой редактирования в режиме Викиразметки является то, что вы не видите, как будет выглядеть статья с внесенными вами изменениями, до того момента, пока ее не сохраните. В связи с этим рекомендуем совершать относительно небольшие практики, и периодически нажимать кнопку предварительного просмотра, что позволит вам увидеть результаты до сохранения. Это вот здесь. А, нет, я тут листаю. Вот, предварительный просмотр, он открывает там, вверху, то, что вы сделали. Вот. Итак, после нажатия кнопки правит код, перед вами откроется большое окно, в котором можно вводить текст статьи. Викиразметки очень проста. например, предварительный просмотр преамбулы статьи океан отображается в верхней части. Ниже панель инструментами для редактирования. и окно викиразметки. викиразметки. Вот. Здесь открыли статью полностью, она огромная, поэтому давайте блок только откроем. преамбулу в режиме откроем в режиме отправить код. Вот. Он открыл только преамбулу на редактировании. Значит, если мы нажмем на предпросмотр, он будет выглядеть вот таким образом. опять-таки преамбулу как она будет видно и ниже текст какой-то. То есть, преамбулу сама. вот я для примера уже вот надал и делаю предпросмотр. Вот она появилась вот так. Уберем. Так. Панель с инструментами. Вот здесь вверху панель с инструментами. и панель панель окно вики-разметки. Вот вторая полоса это вики-разметки. Тот же самый, допустим, заголовок, списки маркированные, формированные, значит, игнорированные вики-разметки. и так далее. Есть это же, эти же вики-разметки, есть вот тут внизу так называемые быстрые кнопки. тоже можно пользоваться, но надо, конечно, знать. Вот если мы хотим сделать, допустим, вставить заголовок, вот он, заголовок второго, второго уровня, третьего уровня, то есть, то есть, готовый там, заголовок, итог, готовый заголовок, раздел, примечания, литература, и так далее. Ну, набирая опыт, потихоньку знаете вы эти вики-разметки тоже. Для выделения текстом жирным оформите абрамите нужный фрагмент с каждой стороны тремя одиночными апострофами. Вот я говорил, что жирным необходимо выделять только название статьи. Вот она, вот есть вики-разметка. Для курсила двойная нужна. название раздела статьи вносится на отдельную строку и обрамляется каждой стороны группами знаков равенства. Для разметки верхнего уровня требуется два знака с каждой стороны, для организации подразделов могут понадобиться три, четыре и более. Вот. Я вот вам показывал, да, вот вот они, вот разделы, разделы, вот. Внимание пока в конце заголовка, а, нет, понимаешь, внимание, точка в конце заголовка не ставится, не надо ставить точки заголовка. Пронумерованные и списки решетки я тоже мы можем попробовать в принципе черновик сделать, закрыть этот, эту часть подстраницы участника. Вот мы сделаем маркированный список. Вот он будет такой. Пусть будет так и останется. здесь, конечно, другое содержание будет. Это я для примера делаю. Или вот номерованный список. Делаем предварительный просмотр. На деле будет выглядеть вот так. Внутренние ссылки обрамляются конструкцией вида двойных. Вот теперь нужно пример. Обратно нам нужен русский. Надо было дубль сделать. Мы вернемся в океан. Редактивное раздевание океана. вот я так и учился. Вот таким обрамлением, вот двойным обрамлением делается внутренняя ссылка на статью, которая в Википедии находится. Вот, например, расположенной среди материков. Идет ссылка на статью континент. Часть мирового океана, да, тоже на статью мировой океан отправляет. Вот сделали мы с вами сделали циркуляции вод. Вот стоит слово вод, в середине прямая палка, а двух сторон обрамление двойной прямоугольной тяточкой. есть есть тут тут нету есть возможность сделать внешнюю ссылку не на статью в Википедии, а на какую страницу в интернете. делается просто одинарная. еще используется вот шаблон допустим сайт веб и описывается уже ссылка уже сидит как URL адрес здесь. Важно помнить, что в Википедии не стоит размещать ссылки на платные ресурсы и вообще реклама в Википедии строго запрещена. над окном ввода текста располагается небольшая панель несколькими кнопками, которые созданы для облегчения работы над текстом статьи. Остановимся на некоторых из них. первая кнопка викификатор называется. Вот эта кнопка обязательно если открываете какую-то страницу вот так нажмите на него потому что он исправляет инструмент для автоматической обработки вики-текста согласно которым некоторым правилам вики-разметки и русской типографики запускается нажатым соответствующей кнопки над окном редактировании и обрабатывает либо выделенный текст, либо сразу весь текст статьи при отсутствии выделений. Эта функция может не работать в зависимости от браузера. Викификатор исправляет небольшие точности, которые могли допустить при вводе текста. Убирает лишние, добавляет нужные пробелы, расставляет правильные кавочки, многоточие, тирео, редактирует ненужные сокращения и так далее. Перед тем, как записать страницу не забывайте нажать на эту кнопку удалить ваши лишние пробелы. Ссылка на источники информации позволяет нажатием, проставляется нажатием кнопки сноска. Вот это наверняка. Найти источник на вики-данах и вставить ссылку в статью. Посмотрим, я что-то ни разу не пользовался этой кнопкой. А, поиск источника. Ну, тот же самый режим, в принципе, как в визуальном редакторе, название текст. Вы нажимаете на кнопку и в статью добавляются теги реф-реф. Вот это, вот эти теги. Я привык по старинке нахожу вот этот, вставляю и сам там записываю. Источник записывается в вики-разметки в упрощенном виде следующим образом. Ну, здесь приводится пример. Ну, давай. давай. Где он у меня? А, вот он в конце поставил. Я, допустим, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, какой-то источник описал. Предварительный просмотр делаем. и вот он. Вот он. Вот он. Он ему писал. Что это у нас, сохранился, что ли? Вот эта часть. Да, видимо, сохранился. Ну-ка, быстренько откатить надо. А то по шапке дадут. скрыть. А, нет, здесь нету. Не видно. Не видно. Вот. Ссылка вот вставляется вот такими ссылки на внешние источники, то есть на ссылки на источники вставляется вот такой реф-реф. Вот показал. Добавить ссылки на источник в Югипедии можно разными способами, в частности, при помощи вспомогательных меню, доступных в панели редактивной. Но самый современный и достаточно сложный способ оформления ссылок на книгу, это создание подробной карточки книги на проекте вики данных. Например, карточка янтарной книги имеет номер КУ-102-43-429. Вставка номера этой карточки в список литературы статью происходит с помощью шаблона СОРС в виде формулы. Так, так. Для этой статьи янтарный путь. Вот понятно. Кстати, когда мы начинали работать, таких сложных вещей не было, вот элементарно. Я все еще дедовскими метами элементарными, а здесь вот это уже такой шаблончик из вики данных вытаскиваю. При этом из вики данных вызывается подробное описание книги. В самом же тексте ссылка на книгу оформляется специальным шаблоном, который позволяет многократно ссылаться на эту книгу. Как уже отмечалось выше, все с целью облегчения поиска каждой статьи википедии относятся к одной или нескольким категориям. Для того, чтобы отнести статью в категорию, в конце статьи нужно оставить пустую строку, а затем на каждой новой строке указывать категории в двойных квадратных скобках после слова «категория» и «двоеточие без пробела». Например, сделали о своем районе какую-то новую статью по топонимии, которая находится в вашем районе, то вставляете категорию «то это находится в таком-то районе». Давай, вот я на башкирском, у нас идет топонимия, конкурс пишет. Найдем. 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 Вот. Река Ульга Беккоу. А, нет. Это… Вот это перенаправление называется. Говорил? Это у него ошибочно было, не положено. Вот в конце статьи мы посмотрим. Категория. Арамбург-Кагаил-Галары, реки Оренбургской области, Александровская, Александровская района Арамбург-Кагаил-Галары, то есть это в этом районе Александровском тоже течет. А, я же сказал, вот, я вот зашел, сам, конечно, иногда забываю, вот нажал на вертификатор, посмотрим сейчас в истории травы, что случилось. Записалось, не записалось? Нет, не записалось, ничего не исправил. То есть, если исправляют хотя бы один знак, он записывает мое имя, добавляет. А здесь раз нету, ничего я не исправил. Видимо, автор у нас тут и раз. Это Тамаки, по-моему, да. Так. Где мы были? Категория. В нижней части панели редактированной, так называемой быстрая ставка, располагаются готовые элементы вики-разметки. Название раздела статей и другие сэмболы вики-тексты, которые могут понадобиться в написании и оформлении статей. Нажатие на них автоматически вставляют эти элементы в то место статьи, на котором находится поставок курсов. Вот, например, запрашивает вот этот шаблон. Запрашивает источник утверждений. Важно также указывать описание или объяснение ваших прав. То есть, если что-то там, какая-то фраза, чья-то фраза не нравится, вы можете поставить утверди. То есть, если у вас сомнения, а где у тебя там источник не указан? Откуда ты взял это утверждение? Да источник вот этим шаблоном и вставляется. В принципе, то, что у меня было запланировано на сегодняшний день, я рассказал. У нас, мы 15 минут начали, да, 9-го, 24-го. Невероятно, я пока останавливаю демонстрацию, открою экран, какие будут вопросы. Давай поговорим. Все понятно? Конечно, вы эту вики-разметку и редактирование, визуальное редактирование, пока сами не попробуете, то не запомните. В инкубаторе наверняка, по-моему, не наверняка, а точно, по-моему, визуального редактора нету. Там только вики-разметку, да? Попробуем. Есть, и тут и другой редактор есть. Есть, и другой, да? Ну, хорошо, отлично. Я говорю, сам из старых магикан, люблю редактировать вики-разметку. Это от вас зависит, какой метод используете, будете использовать или тот, или этот. Наверняка, если освоите визуальный редактор, будет попроще. Так, вот я посмотрю в поисковике. Вот так. Визуальный редактор называется, наверняка. Есть. Да, вот большое такое учебное пособие для редактора по визуальному редактору. Можно внимательно там изучать, если есть вопросы. То есть, когда возникает, лучше вот сюда прийти и почитать. А мой курс, к сожалению или счастью, в такой крафте, я тут просто рассказываю, что есть. Понятно? То есть, не учу. Для подробного визуального редактора, в принципе, можно такой же десятичасовой лекционный курс наверняка написать. Напишем в будущем. Или кого-то попросим, который уже читает такие курсы. Так, у меня кто-то задавал вопрос по поводу настройки, персональной настройки. А что такое подпись? Расскажите, пожалуйста, во время лекции она просила. Вот я и рассказываю. Расскажу. Вот есть такой в настройках. Подпись. Ваша текущая подпись и новая подпись. Значит, когда редактируешь что-то, например, в истории правок он показывает то, что сделал я. Вставляет мою подпись. Вот. А здесь в этих настройках можно сделать какое-то другое, слово или словосочетание, или что-то другое. И он вместо... Почему-то на экране не видно. А? А, да, да, да. Почему-то на экране видно. Видно, да, да. Я же отключил. Не видно. Что-то не говорит это. Что-то я отключился. Сейчас открою. Сейчас открою. Так. Видно теперь? Да, видно. Все видно, да? Да, видно. Вот я открыл... Вот я перехожу на другое окно. Вот океан. История изменений. И он, когда то, что я исправил там, да, добавил и сохранил, он ставит мою подпись Рустам Нуреев. Потому что в настройках у меня вот он, эта подпись, вот ваша текущая подпись Рустам Нуреев. А можно вот здесь в новой подписи что-то другое написать. И тогда он будет показывать, ставит не Рустам Нуреев название моего участника, а вот эту подпись будет ставить. И в страницах обсуждения, и статьей, и участниках, и на форумах надо подписывать свои сообщения. Что-то вот, например, я спрашивал в техническом форуме ребят про кнопку всплывающую. Вот я подписывал, да? Вот. А если другую подпись, я попробую сейчас вам быстро найти и показать другую подпись. Вячеслав Чернев у нас так подписывался. Он у нас вот, а нет, он у нас был. Вот у него учетная запись комп 1089, а подпись у него была другая. Так. Подмашу все. Сейчас смотрим. Вот здесь наверняка подпись у него есть. Дискомп. Вот здесь. Здесь комп. Раньше у него что-то другое было. Я немного отключил. Ну ладно. Вот. Вот. Вот такое у меня стоит подпись. Учетная, текущая учетная запись. Я ничего не подрисывал. Ну и думаю, что вам тоже имеет ли смысл что-то другое, какую-то подпись вставлять. Так. Домашнее задание. Гуляете по вот этим кнопкам, нажимаете, смотрите, заходите, обратно выходите, находите какие-то статьи, нажимаете, например, случайную статью, открываете, открываете, открываете в окно редактирования, смотрите, читаете, открываете. Если находите какую-то орфографическую ошибку, подправляете и записываете. Вики-тексте смотрите, как все это оформлено. И в будущем, смотрите, если что-то там, чужую статью, там, ну, написанную раннюю статью, не стесняйтесь, открываете, смотрите, что-то нравится, тебе можете его взять, использовать. Я завтра вам допишу, у нас список закончен, у меня список не закончен, но завтра сделаю список тех статей, которые у нас пишет лего из татарской Википедии, татароязычный википедист, он у нас в башкирском разделе пишет статьи, в конкурсе даже участвует, но некоторые слова он пишет в татарском, в башкирском, то есть автоматом. Правда, за ним наши Вики-бабушки следят и подправляют. Ну, я перечень вам положу, каждому по одной статье его, вам тоже надо будет почитать, и если найдете какое-то несоответствие, подправить, исправить, отредактировать. А я увижу сам, я буду следить это перед следующим уроком, эти статьи я сам тоже просмотрю. Если вы что-то исправили визуальным редактором или через Вики-разметку, она истории правят будет. Мне докладывать не надо, отчитываться не надо, я сам посмотрю. Хорошо, договорились? Вот такое домашнее задание. К следующему уроку еще я постараюсь подготовить вам темы для семинарского занятия. Плюс еще хочу спросить. Вам сертификаты о том, что вот прослушали этот курс, кому надо, пишите мне на личку, что нужен будет сертификат, чтобы я ранее постарался там оформить. Будем думать оформлять. Если не надо, то вы меня облегчите от лишней работы, лишних хлопот. И еще. Ау? Кто-то там включился? Вопрос есть? Нет вопросов у матросов? А еще кто-то спрашивал у меня. Вы же там объявляли в первом объявлении, что курсы могут быть там деньги платными, по-моему. Да, я там спрашивал, на платные курсы будут ходить ли интересно. Но потом я курсы всегда читаю бесплатно. А платная работа, она связана с большими хлопотами. Там договор заключать, куда деньги перечислять, за него налог платить и так далее. Но если вы хотите не как оплата, а как благотворительность, здесь вы можете перечислить вот фонд Вики-Медиа. У нас есть фонд некоммерческих партнерств Вики-Медиа как благотворительность. Вот. Спасибо. Я на сегодняшний наверняка достаточно. Есть вопросы? Спасибо, Рустам. Давай давай, гаража. Амин, гаража? Продолжение следует...